Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Решение задач закона Ньютона, задача 20.20.12. И сейчас мы с вами решим задачку, которая будет предложена или была предложена на едином государственном экзамене. Давайте с вами посмотрим. Задачка такая. По горизонтальному столу движется брусок массой 0,8 кг, соединенный с грузом массой 0,2 кг, невесовой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок. Груз движется с ускорением в 1,2 м на секунду в квадрате. Определить коэффициент среднего бруска, а поверхность стола. Ну что, давайте эту задачку решим. И кстати говоря, если вы посмотрели все мои предыдущие фильмы, эту задачку вы можете решить самостоятельно. И очень просто. Но если нет, давайте посмотрим, как ее решают. Прежде всего, запишем условия задачи и нарисуем чертеж. Ну вот, чертеж я нарисовал. Обратил внимание, тут 0,2, 0,8. Ну, кстати говоря, если сложить, получится 1 кг. Так, ну хорошо. Так, тут в голову взбрело посмотреть на это. Так вот, давайте начнем решать задачу. С чего ее начать? Сил, почему? Он же движется с ускорением, да? Вся эта система. Значит, нужно расставить все силы, которые будут действовать на тело. Значит, М1Ж на первое тело. Тут будет сила натяжения нити. Веревочка одна. Значит, натяжение нити везде будет одинаково. Этот первый груз будет тянуть второй груз, который находится на столе. И сила натяжения нити будет та же самая. Но, поскольку здесь сказано найти коэффициент трения, значит, есть и сила трения. Сила трения, она мешает вот этому грузику скользить по поверхности стола. Вот. Обозначим ее сила трения, F трения. Сила трения я обозначаю маленькой буквой F. Ну, вот и все. Естественно, здесь есть еще и сила тяжести М2Ж, и сила реакции опоры Н2. Почему 2? Да потому, что говорится про второе тело. Ну что, поехали. М1Ж минус Т. Почему? Потому, что вся система движется по часовой стрелке. Значит, все силы, которые будут по часовой стрелке смотреть, они будут положительными. Равняется по второму закону Ньютона М1А. Переходим ко второму телу. Т минус. Сила трения равняется М2А. Получили систему уравнений. Здесь минус Т плюс Т. Значит, если мы сложим левые части этих двух уравнений, ТТТ у нас сократятся. Ну и тогда что получается? Вот складываем. Можно взять просто вот так вот тупо переписать. М1Ж минус Т плюс Т минус Ф трения. Тут тоже складываем будет М1А плюс М2А. ТТ сократили. А вот сила трения у нас всегда равняется произведению коэффициента трения скольжения на силу реакции опоры. Ну, в данной ситуации М2. А М2 равняется М2Ж по первому закону Ньютона. Поскольку вот в этом направлении второе тело никуда не движется. Значит, сила трения будет равняться мю М2Ж. Вот так и запишем. М1Ж минус мю М2Ж. Правильно? И равняется. А вытаскиваем за скобку. М1 плюс М2. Ну, ищем-то мы с вами коэффициент трения. Поэтому делаем следующее. М1Ж. А вот минус АМ1 плюс М2 перенесем в эту часть. А мю М2Ж в эту часть. Со знаком плюс мю М2Ж. И тогда, вот можно с вашего позволения эту уберу. Уже записано. Коэффициент трения будет равен. Вся левая часть М1Ж минус АМ1 плюс М2. И деленное на что? На М2Ж. Значит, коэффициент трения будет равен. М1Ж. Что у нас получается? Получается 2 отнять. Опа! М1 плюс М2. Единица. Значит, нужно отнять 1,2. И поделить М2Ж. 0,8 на 10Ж. Принимаем за 10. Значит, будет 8. Что получается? 2 отнять 1 и 2. Это 0,8. Делим на 8. И получаем коэффициент трения. 0,1. Так и запишем. Вот видите? И получилось, что никакое ЕГЭ нам совершенно не страшно. А почему? Да потому, что вы учите физику на самом суперском канале, который так и называется. ФИЗИКА это просто. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, ну сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и конечно, лайк не забудьте поставить. Все. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok